Следующий вопрос. Стараюсь написать сразу вопросы, обдумываю их, пытаюсь найти свои ответы, но, к сожалению, всегда получается. Принят ли документ об участии верных в Евхаристии? Тема моего вопроса. Зайдя в один из столичных храмов, нас пригласили прийти на Таинство Причастия, ссылаясь на этот документ. Как раз шла пасхальная неделя. Я не исповедовался на Страстной Седмице и поэтому решил пойти, но не в этот, а в другой храм, ближе к дому. К сожалению, я не хожу постоянно в один и тот же храм по причине сугубо техническим, разные маршруты домой. Там мне ответили, что надо было исповедоваться до Пасхи, без этого не может быть причастия. Многократно прочитал принятый документ, но не могу понять, почему в разных храмах разные правила. Может быть, это документ рекомендательного характера? Но ведь нет, как я понял. Или надо, чтобы тебя знали, и тогда Духовный Отец сделает послабление? Объясните, пожалуйста. Ну да, вот скорее последнее, надо, чтобы тебя знали. Да, вот это вот важно. Дело в том, что в этом документе вообще священникам, духовникам, предоставлены довольно-таки серьезные полномочия определять. Он носит такой рамочный характер. Просто указывает какие-то ориентиры и дает простор для духовника. Он может в ту, в другую сторону очень гибко себя вести этот документ. И тут уже совесть священника и его знания своих прихожан тут уже ему подсказывает, как быть. И может просто так, что вы выглядели, как совершенно просто залетный человек, который с улицы просто зашел, и вообще непонятно, кто вы, что вы. Поэтому вам отворот по вороты показали. Так что это просто так сложилось. Я думаю, вам просто продолжать нужно в том же духе посещать и тот, и тот храм, чтобы вас и там, и там знали, где вам удобнее два храма. Пусть вы будете два посещать, ничего страшного. И постепенно вас там будут знать, и вы тоже приспособитесь. Плюс еще, опять же, коли там есть большой простор для священника действовать так или сяк, то тут уже и священник может один более строго, в принципе, ко всем относиться, другой более лояльно ко всем, опять же. В общем, люди разные, священники тоже разные. Вот так вот. Приспособитесь и там, и там. Ничего, нормально. Но этот документ, он там в установке рамочного характера действительно. Очень многое отдается на усмотрение духовника. И я думаю, что это очень правильно. Очень правильно. Потому что невозможно всех просто загнать в одни какие-то жесткие, четкие нормы. У нас настолько люди разные среди прихожан и захожан и так далее. Настолько все разные, что надо индивидуальный, конечно, подход во многом. И так далее. И так далее.